привет друзья в эфире программа сап и мы ее ведущие анатолий сонин и влад карп мы расскажем вам немножко о новом журнале и по традиции начнем с обложки обложка как все наверняка знаете вот такая по starcraft 2 2 вышла бета что мы сделали огромный материал это игра которую по-настоящему дали и вы и ждали я уверен вот и кстати играл в нее нет я не играл во второй части в первую тоже вот вообще у нас разошлись код для бета по всей редакции но играли не все прекрасно почему я прекрасно понимаю почему другие люди сходят с ума буквально я пробовал я тоже старусь на медленно наверно да и наш автор тоже сходит с ума и пишет об этом статье замечательно наш автор николай третийков николай третийков легендарный да все знают легендарный автор легендарного нового game xd который мы по-настоящему гордимся один из лучших из них да да реально круто дальше идем по обложке и приходим большой 2 темы больше ввода байшок дво пишет кирилл перевозчиков довольно спорный проект спорный проект я уверен что мне понравится я сам не играл во вторую части Он вообще играет в игры, да? Безусловно, я играю в игры. Я просто стараюсь играть в игры тогда, когда уже немножко спадет общий ажиотаж, и я смогу спокойно на цыпочках подкрасться к очередному супер-хиту, схватить его сзади за уши и как следует затащить к себе жесткий диск туда или туда. И, в общем, насладиться в тишине и пополнить. Считаю, что Bioshock 2 мне точно понравится, хотя это спорно, игра предполагалась, что она будет хорошей, предполагалось. Но как-то вышло спорно. Очень похоже на первую часть. Основатель проекта Кен Левин, он не участвовал в ее создании, как известно, но... Получилось. Но Кириллу понравилось. И мне тоже понравится, точно. Но, по крайней мере, не хуже, чем первая часть. Если не играли в первую часть, то вы ничего не поймете. По крайней мере, геймплей боевка уж точно лучше. Дальше. По обложке. Command & Conquer 4 и P.O.C. Еще одно продолжение. Еще одно спорное продолжение. Еще одно спорное продолжение. На этот раз спорное, потому что оно все изменило, наоборот. Ну, пора бы уже, блин, сколько можно. И плюс конец саги, там, Кейм. Я не знаю, они умирают, наверное. Становятся пришельцами, летают в космос. Ну, это неважно. Пускай читатели узнают это сами. Это сомпок, Иисус Христос. Если мы сейчас это расскажем, то будет неинтересно. Ну, я не знаю, естественно. Мне интересно узнать. А-а-а. Ну, мы поставили что-то 7,5, потому что там все изменилось. Но изменилось хорошо. Но изменилось. Писал рецензию Святослав Торик. Тоже вам не будет известно. Да, да, да. Тоже хорошо разбирается в стратегиях. Crysis 2. Дальше. В этом новом у нас превью. В следующем новом у нас будет интервью. Которое мы уже отправили, наверное, полмесяца назад работчикам. Пока ответов нет, потому что она гигантская. Там вопросы обо всем есть. Вплоть до того, почему концовка, например, первая часть заканчивается одним. И, наконец, потом они летят обратно в джунгли. А следующая игра начинается в Нью-Йорке через несколько лет. Что произошло? Непонятно. Ну, я не думаю, что это плохо. Представь, если бы ее старались. Ну, как-то это обман. Это ложь. Это ложь. Первая претензия, которая у тебя была к Бавишок 2. То, что она практически повторяет все то же самое, что было в первой части. Ну, да. Крайзис 2. Он совершенно другой. Были джунгли и стал город, и тебе опять не нравится. Крайзис 2 обещал, что он вернет. Тебе вообще нравятся игры? Ну, это как бы ответить так, что мы это вырежем. Я понимаю. Тебе не нравятся сиквелы? Нет, если обещали вернуть меня в джунгли, пусть возвращают в джунгли. А, вот оно что. Ну, мы пока не знаем. Я хочу джунгли. Вернут ли они нас в джунгли или нет? Кто его знает? А, может, там будет начало? Мы ничего не знаем. Почему мы спросили? Поэтому мы будем знать все об этом. Все, что они скажут. Что еще есть? Еще есть. Я думаю, тебе стоит немного передохнуть. Давай я расскажу. Нет, нет, подожди. Про следующий номер. Коротко про следующий номер. Что будет в следующем номере? В следующем номере будет по обзорам. Соник, который мог бы попасть в этот номер, но он не влез. Он тупо не влез. Он слишком быстрый. Мы не успели за ним угнаться. Мы не успели, Соник. Куда ты торопишься? Я в нем, кстати, играл, и я счастлив. Он хороший. О. Но там слишком мало уровней из Space Channel 5. Слишком мало уровней из Virtue 5, Zoutrana, ни одного. Ага. Нет, даже машины Zoutrana есть, персонажей Zoutrana нет. Песен Zoutrana нет. Может быть, это все выйдет в DLC? Песен из Space Channel 5 нет. У Сеги просто хитрый план. У Сеги хитрый план, как обычно. У них всегда хитрый план. Еще будет Assassin's Creed 2. Обзор. Аддон Dawn of War. Аддон Dragon Age. Metro 2033. Кирилл ездил смотреть, он про это расскажет. И он доиграет, напишет обзор в Киев. Говорит, он ездил смотреть. И еще он напишет про GTA. Аддон. Два аддона сразу. Осилит он. Побось. Прямо стихами за кого-то. И еще будет превью Fallout 3. New Vegas. Немножко расскажу о том, что за спецматериал вас ждут в этом выпуске. Кстати, очень хороший материал. Очень хороший материал. Самый классный. Наверное, материал в этом номере. Материал, посвященный саунд-дизайну в играх. Неочевидная тема, но реально интересно читать. Все понимаешь. Ее написал Петя Сальников. Петя Сальников, он профессиональный. Кроме того, что он очень здорово пишет нам в журнал, он профессиональный музыкант и саунд-дизайнер. Он этим занимается профессионально. То есть он рассказывал это как человек, лучше которого вряд ли кто-то расскажет. Да, да. И спецматериал получился очень интересным. Вы знаете, это общеизвестный факт, что звуку в играх уделяется не очень много внимания теми, кто привык играть в игры. Вот как пишет сам Петр. В дружеских беседах и на околоигровых форумах в профильных СМИ звук уделяется крайне мало внимания. Главное, что графон красивый и не тормозит. Это большая ошибка, друзья. На самом деле звук, звук в играх. Но графон важнее. Да. Графон может быть важнее, но звук имеет не меньшее значение. Просто все зависит от того, насколько он качественный. Яркий пример качественного звука Battlefield Bad Company 2, друзья. Еще в первой части был тоже звук. Возможно, я не знаю в первой части, но вторая часть это просто что-то потрясающее. Следующий материал, который нас очень порадовал в редакции, он пришел внезапно от нашего прекрасного автора Сергея Думакова. Он посвящен оценкам в играх. Убийство бухгалтера. Вы очень часто пишите на форумах и не только что. Вот. Вы поставили этой игре низкую оценку, она мне так понравилась. Или наоборот. Вы похвалили эту игру, а она оказалась дрянью. Почему вы не оцениваете игры объективно? Друзья, не бывает такого понятия, как объективная оценка. Человек – субъект. И он оценивает игры в соответствии со своими предпочтениями. Объективная оценка – это когда вот мы пойдем и каждого человека на всей планете спросим, как ему понравилось, как он относится к этой игре. Вот она – объективность. Объективность – это мнение многих людей. Если вы хотите объективность, если ты хочешь объективности, вы хотите объективность, почитайте журнал, откройте сайт и выведите свое собственное мнение. Самая главная – объективность у вас внутри должна быть. А все остальное… Круто задвинул. Это ты хорошо сказал. Читайте потрясающую колонку Сергея Думакова. Он сказал все и даже больше. А здесь, друзья, у нас находится самое сокровенное. Ваши вопросы в программу САП. Вы так долго ожидали, когда мы на них ответим. Мы обязательно это сделаем прямо сейчас. Толя, начинай. Вопрос первый. Господин Дубкин или Дуркин задает вопрос. В связи с невероятным фурором, произведенным Mass Effect 2, хочешь узнать, на какие игры ставит редакция в 2010 году? Какие игры ставишь ты? Лучше игры в 2010. Давай, быстро. 10 секунд на разду. Вы знаете, друзья, я очень хотел бы, чтобы в этом году вышел DeuceX 3. DeusX. Ну, DeusX. Можно сказать DeusX. Не важно, да. Бог Из. Который сейчас называется, кстати, Human Revolution. DeusX 3 – Human Revolution. Именно на эту игру я жду больше всего, пожалуй. Да. А мне хочется GTA аддонов, которые почти вышли по этому. Я счастливый человек. И мне хочется, чтобы наконец-то, блин, Blizzard выпустила World of StarCraft. Они все врут, они все говорят, что мы не будем делать ММО по StarCraft. Но я же знаю, блин, что они... Ну, это вряд ли относится к 2010 году, Толь. Я хочу 2010. Вот чего я жду в 2010. Хотя бы Диабло дождаться третью. Диабло меня не интересует, только World of StarCraft. Переходим к следующему вопросу. Господин Glowbox интересуется. Планируете ли вы какие-нибудь розыгрыши в журнале в честь 1 апреля, наподобие фейковых новостей в одном из номеров? Ну мы что, похожи на дураков? Это не серьезно. Мы планируем какие-то новости? Какие могут быть шутки? Мы занимаемся исключительно серьезным делом. Нет, нет, нет. Об этом не может быть и речь. Это даже не интересно. Следующий вопрос спрашивает Tribal. Ваш любимый рецензий в журнале? Какими мы гордимся? Чем ты гордишься? Ох, вы знаете, друзья? Был бы чем-нибудь. У меня складывается такое ощущение, что у меня нет любимой рецензии, любимого текста, который я написал для журнала. Вот честно. Каждый текст, над которым я работаю в данный момент, пусть это будет для дайджеста или превью или какая-то рецензия, он и является на данный момент любимым. Вот и все. Это любимая работа. Я так отвечу. Какие эмоции и впечатления вызвал у редакторов фильм «Аватар»? Уверен, что обсуждение фильма в эфире САП будет интересным делом. Давай же обсудим «Аватар». Давайте обсудим. Ты смотрел «Аватар»? Нет, я фильм не смотрел. Вот ты обсуждай с ним «Аватар», понимаешь ли? Я смотрел «Аватар» три раза. Три раза в 3D. Может ли там что-то может быть неинтересное? Какие-то синие чебуреки? Как так можно? Серьезно говорить, что Half-Life — это просто мужик бежит и стреляет пришельцы? Нет, честное слово. Убери 3D, убери графику. Убери с Half-Life и монстров и уровней. Что останется? Нет, 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 давай не будем такие прямые параллели проводить. Это все-таки разные вещи. Драматургия и прочее. Нет. Если этого нету, если есть этнографика и… Короче, ты не смотрел, поэтому… Я читал рецензии. Ты проиграл спор, чувак, ты не смотрел. Хорошо. Я читаю рецензии, и вам советую прежде читать рецензии. Перед тем, как играть во всех рецензии, надо слушать меня. Я вам скажу… Читайте рецензии и не играйте в дрянь. И не смотрите в дрянь, друзья. Аватар — это фильм. Я не знаю. Это не дрянь. Короче, переходим к фильму «Аватар». Фильм «Аватар». Расскажи вкратце сюжет. Так, часика на два. Нет. Сейчас, давай это. Короче, «Аватар» — хороший фильм. Потому что там можно наезжать на сюжет, можно говорить, что там тупые персонажи, но это просто хороший фильм. Как Modern Warfare 2, просто хорошая игра, хорошо сделанная. С хорошим геймплеем, там, графикой. Ну там нет геймплея, там хорошо снято, там хорошая графика. Это просто хороший фильм, ты смотришь, получаешь удовольствие. Если разбить его на кусочки, найдутся плохие кусочки. Но снимает то, что это великолепный фильм. Так же, как Modern Warfare — великолепная игра. Хотя там плохой сюжет, да. Найдутся плохие кусочки. Ну не будем наезжать на сюжет. Хорошо, хорошо. Идем дальше. И идем, иду еще дальше. Так. Объем журнала. Спрашивает нас некий визитер. Как дела продвигаются по возвращению правильного объема журнала в страницах? Ждать или не ждать? Можете ли вы уже назвать примерные сроки? Можешь их назвать? Ну, объем журнала — дело такое. 192 страницы. Мы считаем, что это вполне оптимальный на данный момент объем. Когда мы успеваем сказать ровно то, что считаем нужным в журнале, если сравнивать с западными изданиями, культовыми, типа тем же PC Gamer и PC Zone, у них стабильно идет 144 полосы из номера в номер, ни больше, ни меньше. Я не думаю, что сейчас есть какая-то необходимость увеличивать объем. Ты как считаешь, Толь? Мне хватает места. Ну, вообще, не помешало бы еще чуть-чуть места. Но мне, в принципе, хватает на все. Отличный вопрос. С Лёшкой Пигином. У меня вопрос такой. А к каким жанрам музыки редакторы относятся с особым трепетом? Что им нравится? Неожиданный вопрос. Что тебе нравится? Метал? Я знаю, что я смотрю. Я люблю разные стили музыки. В музыкальной школе меня приучили любить классику. Я, конечно, ее тогда не любил, но сейчас с удовольствием слушаю Рахманинова, Моцарта, Чайковского. Я люблю... Метал, слушай. Люблю рок. Люблю метал. Мне нравится группа Металлика, Нирвана. Самая моя любимая группа играет в стиле... Название странное. Christian Trash Doom Metal. Называется 7th Angel. Британская группа 7th Angel. Послушайте. Толя, расскажи теперь ты про свои любимые жанры. Да, мне очень много чего нравится. Ну, если коротко, то классика, рок всякий 60-х, ну и современное всякое, называется Hipster Garbage. То, про что пишут на питчпорке. Страшное название. Это еще страшнее, чем Doom Thresh Metal. Да, это примерно то же самое. Я думаю, входит в Пэт. Такие же безумцы, да? Полозатые. Да. Наверное, мы ответили на ваш вопрос. Да, мы на все ответили. Ну, на этом мы прощаемся с вами. До следующего раза. Пока.